Так, вот и я иду к вам. Курочки мои, хохлатки. Знаешь-ка, вам зерна еще. Клук-клук-клук-клук. Когда-то всякой живностью у Татьяны Федоровны Родионовой был полон двор. Но в силу возраста справляться с ней стало проблематично. И теперь восемь кур да петух – все ее нехитрые хозяйства. А хлопот по дому и так хватает. Летом сады и огороды, зимой борьба со снегом. Благо, помощники есть. Ой, здравствуй, Егор, здравствуй. Как хорошо помощник пришел. Давай, помогай. Несмотря на то, что живет Татьяна Федоровна одна, дети и внуки ее не забывают, любят и уважают. Она для них абсолютный авторитет и пример во всем. Вопреки расхожему мнению о том, что жизнь в деревне унылая и однообразная, Татьяне Родионовой скучать было некогда. В молодости клубный работник-самоучка так подняла культуру села Строчково, что завидовала вся округа. Затем перешла в детский сад, где трудилась до самого выхода на пенсию. И во все времена слыла человеком активным и энергичным. Я всегда ходила на собрания. Всегда ходила. Ходили на праздники 9 мая, на концерты ходили. Ну, выступала, да. В самодельности я выступала, конечно. Председатель приходил на концерты на наши. Ему все нравилось. Да. Концерты были хорошие. Мы всегда, даже когда было 50 лет колхозу, приезжали на концерт с нашим участием дикторы Нижегородского телевидения. Да. Мы выступали, а они вели. С не меньшей теплотой в черде культурных событий советских времен Татьяна Федоровна вспоминает День выборов. Это был большой праздник для строчковцев, в котором участвовало все без исключения взрослое население. Его ждали, к нему готовились и даже по-особому наряжались. Девчонки на них были, жакетки плюшевые они назывались, крем-журжетовое платье. Почему-то зимой, в мороз, ботинки назывались. Нет, не прощай молодость, но у всех были какие-то меховые ботиночки. Холод, мороз, снегопад. Они капроновые чулки. Ну, у нас в деревне, конечно, не так уж далеко, но все равно. В то время зимы были холоднее. Вот, и дороги были не асфальтированные, шли по проселочной дороге. Обязательно фильмы демонстрировались, бесплатные, и проводились танцы для молодежи. Народу был полон дом-клуб. Сейчас активность населения в День выборов, по словам Татьяны Федоровны, уже не та. С сожалению, отмечают, что из поистине народа в угулянии он превратился в скучный официоз. Нет даже мозги, которая во все времена звучала из динамиков на избирательных участках. Но решить проблему, говорит, все же можно. А вот и нужно вернуть, как было. Все равно народ пойдет. Народ пойдет обязательно. Если будет весело, если будет интересно. Вот так. Если это будет культурное. Вот какое-то культурное мероприятие должно быть обязательно. Вот. Чтобы было интересно. Что касается самой Татьяны Федоровны, то ей, чтобы пойти на избирательный участок, особого приглашения не надо. За всю жизнь не пропустила ни одних выборов. Отдать голос за кандидата, которому она доверяет, считает своим долгом. Как же. От того, кто у нас будет президентом, зависит наша дальнейшая жизнь. Будем ли мы беднее. Или будет какой-то порядок, благополучие. Все зависит от президента, от руководителя. Как в доме хозяин, так и в стране должен быть хозяин. Почему я иду на выборы? Потому что, во-первых, нужно следить за политической жизнью страны, своего государства. Активно участвовать в этой жизни. У меня и бабушка постоянно голосует, и родители тоже ходят. Ты, соответственно, смотришь на их пример. Смотришь вообще на настроение народа. И как-то хочется повлиять на что-то. Соответственно, выбор — это прекрасный шанс показать, что ты активный гражданин. Сходить, проголосовать. И знать, что даже один голос, но он тоже важный. Я считаю, что нужно принимать в этом участие. Я первый раз ходила на выборы в 18 лет. На тот момент я училась в Государственной академии при президенте. То есть это было очень увлекательно, здорово. В этот раз, конечно же, я тоже пойду на выборы. Потому что я считаю, что нужно участвовать в истории своей страны. Нужно правильно выбирать свой путь. Надо выбирать тех людей, с кем ты хочешь идти дальше по жизни. Тем более и бабушка обязательно спросит. Ходила ей на выборы. Конечно же, ей это важно. И она в нас воспитывала это. Ответственность и патриотизм. Ответственность и патриотизм дети и внуки Татьяны Федоровны впитали, что называется, с молоком матери. Да и сама неугомонная пенсионерка до сей поры не остается в стороне от насущных проблем. Будь то дальнейшая судьба ее малой родины или целой страны.